Шахмат станет больше. Я сейчас об инициативе Министерства просвещения России, где приняли решение сделать шахматы обязательным предметом в школах уже с 1 сентября этого года. Будет ли инициатива реализована во всех школах нашего края? Хватит ли педагогов? И вообще, зачем всем обязательно уметь разбираться с фигурами на шахматной доске? Спросим об этом у Артема Поломошного, председателя Краевой Федерации шахмат. Здравствуйте, Артем Анатольевич. В пресс-службе Министерства образования края мне накануне сказали, что эта информация фейк. Так, на самом деле это фейк или все-таки правда? Ну я тоже видел в новостных лентах эту информацию, но как и Министерство образования, вот регламентирующие документы, которые четко это вводят, я не видел. Васильев на самом деле не первый год уже говорит с высоких трибун о том, что будет обязательно урок шахмат, но пока действительно документов нет. Новостные ленты, да, они написали, но я так понимаю, что они написали очередное заявление Министра образования. Ну шахматы у нас же все-таки преподают уже в школах каким-то образом? Да, у нас действует программа шахматы в школах. Эта программа действует в 11 регионах России, Алтайский край, вот один из этих регионов. На сегодняшний день шахматы преподаются в 155 школах Алтайского края из 42 муниципалитетов. То есть по сути мы так уже хорошо представлены на карте Алтайского края с этой точки зрения, но вот школ было в Алтайском крае 1020, сейчас просто там идут некие реформы, там малокомплектные школы объединяют между собой, поэтому, наверное, количество сократилось. Я, честно говоря, вот здесь момент не отследил. Но получается, что около 20% школ мы уже охватили предметом шахматы в школах и продолжаем развиваться. Ну, допустим, что эта информация все-таки правдивая, да, и какие-то документы появятся. Написано, что обучать будут учащихся младших классов, а надо ли вообще первоклассникам вводить такую нагрузку, потому что, мне кажется, у них и так достаточно предметов, вот, по-вашему. По-моему, ему надо вводить, но давайте мы все-таки скажем о том, что это не должно быть очень сильная нагрузка. Это должно быть на примитивном уровне знакомства с шахматами. Я думаю, что вот программа, она должна вообще быть рассчитана на 4 года, пока написан учебник первых двух лет обучения. По итогам вот 4 лет обучения ребенок должен там играть в силу очень слабого шахматиста, очень слабого, действительно, потому что мы не растим в школе шахматистов. Мы с помощью шахмат наводим у ребенка в голове порядок, с одной стороны, повышаем усидчивость и повышаем восприимчивость ребенка к знаниям, потому что у него формируется вот этот образ мышления в голове, просчитывание своих чужих ходов, логическое мышление, диагональ, горизонталь, вертикаль, то есть все то, что на самом деле пригождается в жизни. И вот тесты, которые показывали в тех странах, где проводится обязательное обучение шахматов... А где вот, в каких странах у нас обязательное обучение? В Армении, в Армении обязательный урок шахмат, и там очень высокие результаты и обучения, и я везде говорю об этом. То есть они через 10 лет после введения обязательного урока, они определили, что у них в 10 раз сократилось потребление наркотиков. То есть шахматисты... Да, шахматисты, на самом деле, среди них... Я не знаю ни одного наркомана в сей шахматистов, потому что... Но все-таки люди считают последствия, что потом избавиться от их зависимости очень тяжело. Очень высокий результат у нас в Калмыкии. Ну, мы помним, что у нас Кирсан Ильимжинов, экс-президент ФИД, Международной Федерации шахмат, он был руководителем Калмыкии, и он там тоже ввел в свое время обязательный урок шахмат. Там сегодня так и есть. Только в одной республике, да? В одной республике, да, в детальном образовании. Очень высокие результаты по ЕГЭ в Калмыкии по точным наукам. Поэтому... В интернете со ссылкой на Российское министерство просвещения пишут, что даже разработаны учебники для преподавания шахмат. Вы тоже сказали, да, что на два года этот учебник рассчитан. А нужны ли вообще учебники? Мне кажется, ну, может быть, вы сейчас скажете, что я не права, что только на практике можно научить человека шахматом, нет? Ну нет, с каждой фигурой надо познакомить. Вообще сначала идет знакомство с доской. Белые и черные поля, диагонали, горизонтали, вертикали. Потом с каждой фигурой, с ее возможностями. Поэтому есть учебник, есть методическое пособие, есть рабочая тетрадь. Причем детям это надо давать все-таки в игровой форме подавать. Процесс, урок шахмат, он должен быть органично вписан вообще в весь обучающий процесс. Он не должен преследовать цель воспитания шахматиста, я повторюсь. Он должен именно развивать ребенка. И тогда все будет правильно. И вот по шахматам учебник написан именно в таком русле. То есть вы этот учебник видели и знаете, что он интересен. То есть у нас просто на два года только рассчитано, а по вашему мнению надо на четыре сделать учебник. Учебник второго года на самом деле появился только в этом году. То есть был один учебник, прошел апробацию, после чего был рекомендован Министерством образования. Теперь написан учебник второго года обучения. Я знаю, что Российская шахматная федерация занимается написанием последующих годов обучения. Ну представим, что с 1 сентября вводят шахматы во все школьные программы для младших классов, если такое случится. Хватит ли педагогов в нашем регионе? Ну здесь на самом деле я могу без ложной скромности похвастаться, что Алтайский край в этом плане, наверное, идет впереди всех других регионов. Что это значит? Действительно, у людей есть опасения, особенно учителей. Мы хотим, чтобы шахматы преподавать у учителя начальных классов. А у них, как правило, если большинство не умеет играть в шахматы, вызывает это большие опасения. Всех научим играть в шахматы, чтобы они сами могли преподавать. Там настолько примитивный уровень, что даже не умеющий играть человек, он может по этому учебнику обучать. Это первое. Второе. Мы приглашали сюда преподавателей из Пскова за счет Российской Шахматной Федерации и на базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. В течение, то есть вот один год мы проводили курсы, потом второй год, то есть проводили курсы повышения квалификации именно по предмету шахмата с выдачей удостоверения. В течение трех дней люди проходили курсы. За три дня можно научиться преподавать шахматы? Тем АЗАМ можно научиться. Ну, на очень примитивном уровне. Но мы сделали дальше шаг. Во-первых, мы отправили своих специалистов в Псков, они там обучились, и теперь они у нас обучают не только преподавателей Алтайского края, но вот уже и в Кемеровской области ездили, обучали наши работники. И плюс мы подписали 27 мая соглашение с Алтайским государственным педагогическим университетом. И с 1 сентября у нас в нашем педагогическом университете для тех студентов, которые учатся на начальном образовании, будет введен дополнительный предмет, методика преподавания шахмат в школах. То есть через 4 года мы получим специалистов, которые знакомы с этой методикой. Если это будет обязательный урок, им будет легче, а вот они уже готовы. Если это будет не обязательно, значит, они в каком-то формате реализуют, как миним Certainly урочное действие или что-то. А может вообще не реализуют, не обязательно. Если не обязательно, то не обязательно. То есть через 4 года они точно там будут, а сейчас? Сейчас через курсы. Через курсы. Искусство повышения квалификации. У нас есть для этого вся база. А сколько часов в неделю или в месяц требуется, чтобы научить хорошо играть в шахматы? И все ли дети обучаемы на самом деле? А может быть, есть родители, которые скажут, а вот мы не хотим? Ну, родители же не говорят, что мы не хотим, чтобы мой ребенок рисовал. Есть урок рисования. Ну, все ходят. Есть урок. Не всем, наверное, дано рисовать. Вот мне не дано, например. Есть урок музыки. Не всем дано петь. Но все же ходят. Поэтому, еще раз повторюсь, не надо перегружать. Один урок в неделю для развития этого достаточно. Так же, как музыка, как рисование. Ну, то есть, допустим, с 1 по 4 класс по одному уроку в неделю этого будет достаточно. Прочитала, что в каких-то регионах и в детских садах даже шахматы преподают. Не рано ли? Есть ли у нас в крае подобный опыт? Регион, который хорошо продвинулся в плане продвижения шахмата в детских садах, это Новосибирская область. Они молодцы. Наши соседи прямо такие. Наши соседи, и мы сейчас договорились, то есть там у них есть преподаватель Карпова, она разработала, то есть фамилия обязывает, видимо, она разработала авторскую методику преподавания шахмат для малышей именно. Два раза в неделю по 30 минут преподают шахматы в детском саду. Мы сейчас ее пригласим в этом году, в сентябре, пригласим в Барнаум, мы уже договорились. Она проведет курсы для наших педагогов, и в том числе мы хотим пригласить воспитателей из детских садов, кому это хочется и интересно. Опять же, там тоже не нужна квалификация. Я знаком хорошо с президентом федерального шахмата в Сибирской области, Павлом Малистином. Для того, чтобы проверить эту ситуацию, он отправил свою маму, которая никогда не умела играть в шахматы, на курсы вот этой подготовки для детсадовцев. Она прошла эти курсы в течение двух дней. И сегодня она успешно преподает в детском садике, и дети хорошо воспринимают. Вообще, ребенка с шахматами можно знакомить с трех лет. С трех лет, да? С трех лет. То есть это не нормально, это уже нормально. Это нормально. Так же, как, собственно, на коньки там ставят или на лыжи. Как вы считаете, с появлением шахмат как обязательного предмета в наших школах? Вот вы уже сказали, что в Армении там люди, ну, скажем так, нет ни одного наркомана, и вообще ситуация изменилась. А гроссмейстеров у нас появится больше, если мы вот ведем шахматы во все школы? Думаю, что количество профессиональных шахматистов увеличится, потому что больше людей, то есть все познакомились со шахматами, соответственно, ну, как вот, знаете, из теории там сбыта, да, воронка продажа расширится, все познакомились, соответственно, больше людей заинтересуется более глубоко познать эти шахматы и пойдут в специализированные секции. То есть очевидно, что в школах они не научатся сильно играть в шахматы. Чтобы сильно играть, надо пойти в секцию. А с какого возраста уже можно готовить, скажем так, гроссмейстера? С трех лет, я понимаю, можно начать обучать, а уже со скольки он готов, ну, в каких-то турнирах участвовать? Да, и ребята в три года уже играют. В три года уже играют? Да, бывает такое. Ничего себе. Есть известный, наверное, в России, там, по телевидению, по старальному показывали, Миша Осипов. То есть он там в три года, я помню, играл там с Карпом, ну, просто такая выставочная партия. Понятно, что он играл не очень хорошо, сейчас ему, по-моему, пять лет, но мальчишка играет очень хорошо. Но вы верите в то, что количество людей, которые профессионально занимаются этим видом спорта, будет больше? Да, я в этом уверен. Я в этом уверен, что спрос на шахматы тогда возрастет. На самом деле, люди сегодня понимают, что шахматы действительно очень хорошо способствуют интеллектуальному развитию ребенка. И поэтому сегодня мы и так наблюдаем то, что родители дошкольников, они в поиске секций. Дело в том, что у нас в США берут, где бесплатное обучение шахматом, берут только школьников, только с первого класса. Соответственно, дошкольники у нас остаются неохваченными. Вот мы сейчас организуем Академию шахмата Алтайского края, при Федерации, чтобы заполнить этот вакуум, спрос действительно очень большой. А вот вы сами с какого возраста занимаетесь шахматами? Я научился играть в пять лет, меня научил мой отец в шахматы играть. А пошел в секцию с первого класса в Дом пионеров. И 10 лет всю школу занимался шахматами. А вот дочь ваша, она же тоже играет в шахматы. А ее со скольки лет начали приучать, или у нее у самой появилось желание? Ну, я ее познакомил с шахматами, я познакомил на самом деле с обеих дочерей. Только старшая не проявила вообще никакого интереса ей. А это младшая игра, да, с вами? А младшая, да, она пошла заниматься со второго класса, я ее отвел в секцию, она занималась. Потом у ней был перерыв, ей надоело, сейчас она возобновила сама тренировки. То есть сейчас я отпустил эту ситуацию. Для того, чтобы положительно сказали шахматы на интеллектуальном развитии ребенка, вот есть хорошая кандидатская диссертация, написал Александр Рязанцев, он сейчас второй тренер мужской сборной России, был вторым тренером женской сборной России, и тех и тех он привел к званиям чемпионов мира команды. И он написал диссертацию, как шахматы влияют на интеллектуальное развитие ребенка с точки зрения там и психологического развития, и интеллектуального. Так вот, чтобы шахматы повлияли положительно, оказали влияние, надо ими прозаниматься как минимум два года. То есть два года прозанимался, и можно ребенка отпускать. Все, для того, чтобы систематизировать его мышление, для того, чтобы повысить его стрессоустойчивость, а шахматы воспитывают стрессоустойчивость, потому что каждая партия — это определенный стресс. Два года. В общем, спасибо вам большое. Возможно, что и ведут шахматы с 1 сентября. Посмотрим, а может быть, в следующем году во всех школах нашего региона. А мы сегодня говорили с Артемом Поломошновым, председателем Краевой Федерации шахмат.